Судимостью в школу депутаты от Единой России внесли в Думу законопроект, который разрешает работать учителями и тренерами, осужденным по тяжким и особо тяжким статьям. Чего же хотят члены парламента? Отправить в школу бывших заключенных, но все же с некоторыми условиями, например, требуется безупречное поведение, активное общественное действие в течение не менее 10 лет после отбытия наказания. За час до начала нашего эфира появилась новость о том, что Володин все-таки посчитал ошибкой этот законопроект и надеется, что авторы инициативы отзовут ее. С нами на связи Ольга Романова, глава фонда «Руссидящая». Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую вас. Здесь кто-то из наших зрителей в чате Ютуба пишется «Жизнь учителем Ауи». Да уж. Но, возможно, для некоторых школьников это было бы даже интереснее, но все же хочется понять, что это было. В общем, сейчас нет сомнений, что если уже Володин выступил, да, появились сомнения, когда Толстой решил отозвать свою подпись, он просто так ничего не делает, но если уже выступил Володин, то едва ли этот законопроект останется в Думе и, в общем-то, точно его отзовут. Но это такая попытка, я не знаю, быть ближе к народу, быть ближе, я не знаю, так, бывшим вагнеровцам, бывшим заключенным, которые воевали, устроить им такую ресоциализацию с помощью похода в школу? Ну, надо сказать, что ресоциализации и вообще постпензиарной какой-то работы с заключенными в России никогда не было и нет. И, вы знаете, меня больше всего поражает, что месяц назад, ну, собственно, вот во время войны, президент Зеленский подписал закон о внедрении в Украине, в пенсиарной системе Украины, института пробации. Пробация, то есть это, в принципе, наказание не связано с лишением свободы, но это и есть, собственно, ресоциализация. То есть вот во время войны президент Зеленский думает о том, какими будут люди, которые выходят из тюрьмы, и как сделать так, чтобы они не жесточались, не попадая в тюрьму. Ему вот это надо. А у нас сокращается в России тюремное население, то есть сбылась вековая мечта правозащитников, что сокращается тюремное население, но за счет, собственно, того, что заключенные стали пушечным мясом. Но дальше, дальше что получается? Дальше сделана Госдумой, Володинская Госдума, все для того, чтобы эти люди, без всякой работы с их постпенсиарными синдромами или тем более поствоенными синдромами, чтобы они были полноправными членами общества и даже героями общества, даже как-то передовой частью общества, и приняты законы о дискредитации, о запрете дискредитации участников СВО и добровольцев. Добровольцы — это под таким маркером скрываются у нас обычно вагнеровцы. И вот им все можно, вот они достают везде удостоверение участника СВО, а получается, что теперь им все можно, а со снятой судимостью, с тем, что они герои СВО, теперь нельзя работать в школе. Во-первых, они уже там работают. И мы с вами видели, когда законопроект был внесен в Госдуму, сколько примеров уже таких учителей, с позволения сказать, уже были приведены, что вот в Ханты-Мансийском округе уже такие работают, бывшие заключенные с детьми, вот там уже работают, здесь работают, здесь детский сад пришли, и ура-ура. А теперь получается, что Володин дискредитирует участников СВО из-за того, что... Получается, что здесь такая история, несколько разных течений. Нужно успеть всем как бы... Подмаслить. Всем подмаслить. И в какой-то момент все это между собой сталкивается, и получается какая-то потрясающая каша, когда даже Вячеслав Володин говорит Ребза. Опомнился. Стоп. Нет, зато никакой каши нет с сына агентами. Вот с сына агентами нельзя преподавать. Это да, с ними это все просто. Да, с ними просто. Самое-то главное и в вышлухчебных заведениях. То есть это тоже считается, видимо, дети. А вот интересно, с этим законопроектом можно ли заключенным работать со студентами? Потому что, например, я думаю, что студенты юрфака с удовольствием бы пообщались с каким-нибудь особенно продвинутым заключенным на тех курсах, где изучают, собственно, пенсационную систему. Вот такое можно или нельзя? Непонятно. Пока ни из того законопроекта, ни из возражения Володина. Непонятно. Поэтому я думаю, что сейчас вот это высказывание Володины придет к тому, что в принципе местные власти, которые и так, в общем, не очень-то довольны, что у них свалилось такое счастье, как бывшие заключенные, которых надо куда-то пристраивать, а надо сказать, что, вот как ни странно, бывшие заключенные, прошедшие войну, во-первых, их становится в России все-таки все меньше, потому что их вообще появление в России было сюрпризом. Это не было предусмотрено. Собственно, почему бывшие заключенные в таком количестве появились на свободе? Потому что Пригожин поссорился с Шойгу. Если бы не было бы этой знаменитой ссоры, то Вагнерфсы до сих пор были бы все на фронте, никто бы их не отпустил никуда. Собственно, они ушли из-под Бахмута, с фронта, с подписанными контрактами. И 32 тысячи, по сведениям Пригожина, по нашим сведениям, не получается так, получается 25, может быть, 22 тысячи заключенных оказались на свободе, и мы каждый день видим сообщения о разнообразных криминальных деяниях. Но, смотрите, они помилованы. Они герои СВО, они участники СВО. Перед ними открыты все дороги. Сообщается, что этим летом они могли поступать в любые вузы на бюджетное отделение. Насколько я знаю, поступило всего порядка 700 участников СВО. Из них, бывших заключенных, нет ни одного. Никто не собирается учиться на, не знаю, филфаках, никто не собирается учиться на физматах и в Бауманке, или работать в каких-то довольно тяжелых работах. А по трудоустройству речи нет. Одно у нас в Руси сидящей есть письмо, одно заявление. Бывший заключенный, прошедший СВО, отсидевший почти весь свой срок за убийство в Пензенской области, пытается устроиться на работу. С него сняты все судимости, как и было обещано. И по идее, по судебным базам он не пробивается, что он бывший заключенный. Но дело в том, что наши трудовые книжки, они в доступе на госуслугах. И трудовой путь любого человека оттуда видят, что он был предустроен пять раз в колонии поваром, разнорабочим, швеей. Ну и все понятно, кто перед нами. То есть выяснить большого труда не составляет. И на самом деле их неохотно берут на работу. А тут школа. А тут школа. В школе, оказывается, уже почти можно. Уже пошли заключенные туда. Но тут Володин сказал, что нет. То есть закрывается такая вот, в общем, последняя возможность. Мы посмотрим, что будет дальше при социализации, реабилитации. Зато можно устроиться в Росгвардию. Но только в мирных территориях. Так что все в порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова